итак огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим сегодня у нас пасмурный вечер дождь стучит по окнам по стеклам возможно вы будете слышать вот и сегодня наконец-то я решила распаковать с собой значит супер бюджетный шкаф вот такой вот такое вещи вещи хранилище опять что-то меня затянуло в какой-то негатив и я прям лежала и страдала страдалица никак не могу с вами поговорить выговориться все знаете жду по нашу до момента что типа все само рассосется и не надо будет душу выворачивать наизнанку вот как то так но сегодня давайте как-то проведем позитивно этот вечер распакуем вот эту штуку и посмотрим что это из себя представляет кстати основа прошу вас не забыть поставить либо лайк либо дизлайк то есть оценить это видео и написать какой-нибудь комментарий ну хотя бы там привет ну что-то такое и так а теперь значит просыпаемся и начинаем активно обзорить обзорить что это такое это такая система типа кофра но на молнии но от кофра обычного она отличается тем что у нее есть каркас вот видите я заказала это как вы знаете но если вдруг не знаете для своей съемной квартиры вдруг вы тут впервые вот это я думаю такой неплохой бюджетный вариант временный для хранения вещей отзывы противоречивые кто-то доволен кто-то не очень доволен картинчики я тоже смотрела фотографии в отзывах это значительно повлияло на выбор цвета потому что самый часто выбираемый это коричневый и серый потому что у всех шкаф ассоциируется с чем-то коричневым в интерьере такой коричневый пятно в интерьере с дверками это шкаф но не знаю если найду вставлю вам такое все бледоносное то есть тут понятно что на фотошоп не найдут ярко в жизни как-то бледненько и поэтому я выбрала конечно такой цвет который наверное никто бы не выбрал кстати напишите в комментариях как вы думаете какой я выбрала цвет вот посмотрим насколько я предсказуемо итак я уже начала это вскрывать тут закрепками все ой стоит это меньше 2000 я заказывала это на яндекс маркете заказывала там где больше всего отзыва коробку раздербанила как по-барварски это не неправильно коробку надо бы сохранить потому что вдруг что знаете в жизни какие переезды очень удобно будет его обратно перевозить и сейчас момент истины сейчас мы узнаем какой это будет свет естественно это мой любимый цвет это такой знаете какой-то гибринский розовый розовый вот ткань похоже очень на вот это вот чехлы для одежды какие города offer чехол для одежды только он натягивается на каркас в отличие от обычного там чехольчика а так тоже на молнии но с виду все выглядит добротненько приятненько плотненько и цвет яркий вот что меня устроило в этом цвете то что он яркий они были доносники вот он что фотошоп линый яркий там у них на сайте что вот в жизни он тоже такой же сочный может быть он особо ни к чему и не подходит но хотя бы это не вот какая-то вот знаете кусок какой-то бледной тряпки так что там не мешает мои волосы может давайте мы их завяжем так орех пошла проверять сразу здесь набор разных комплектующих вот эти вот странички какие-то переходнички и очень много вот таких трубок все такие длинных очень много вот набор каких-то коротеньких трубочек инструкция по сборке давайте приступать к сборке нельзя точить когти ты что обалдела боже на я к вам вернулась я собрала осталось только натянуть чехол и заняться перемещением своих вещей а завтра я уже буду доставать вещи из чемодана они тоже раскладывать по полочкам сейчас покажу что получилось итак посмотрите какая огромная штуковина она просто мне всю комнату заняла всю комнату заняла и сейчас я буду натягивать чехольчик и перемещать вот эти свои вещи сюда а ту стойку наверное разберу потому что ее мне негде поставить здесь места то нет особо итак я закончила вы так это все удачненько вписалась он такой еще немножечко мятенький конечно ему нужно постоять разгладиться но в целом как говорится на свои деньги выглядит неплохо за такие деньги мог бы хуже выглядеть не надо тут привыкать не надо выходить выходи если ты привыкнешь тут ты будешь сломиться сюда и вещи все портить как раньше ты делала это малыш хоть и хоть и мой сладкий нет нет какой такой нет нет скажи да скажи буду портить прям сейчас начну по старой схеме дергать с вешалок да вот такая штуковина это раскручивается застегивается на молнию ну принципе симпатичненько так жарю лапшичку гречневую с грибочками чемпиончиками чесночок помидорки сейчас будем с вами ужинать и расскажу свои впечатления от своей покупочки так вот она я со своей лапшой как всегда на ночь на ночь наедаюсь как видите на фигуре на фигуре то не сказывается что по поводу шкафчик он дальше вещь не не очень солидная такая знаете как для кукольной комнатки но с другой стороны для съемной квартиры как временный вариант и вообще с неудобно переезжать на свернул в коробочку затолкал разобрал и вперед в путь горячая горячая штучка наперчила от души вообще нормально за такие небольшие деньги такое огромное хранилище в отзывах писали что много не выдерживает насколько там написали конечно не выдерживает 7 курток мы сможем повесили 7 курток и что там еще весь свой гардероб и она все покосилась а вот такие отзывы но понятно что всем куртка слишком для такой конструкции тем более если мужские куртки или если вы крупная тоже по себе и может быть шубы тоже шубы тяжелые очень бывают я представляю если я мамину шубу сюда повесил он бы сразу так брыг и отвалился бы завалился орехи очень понравилось веселуха ну не получится изолировать изолировать ореху от вещей а вещи от орехи она все равно умудряется снизу пробираться но она только на нижние ярусы когда застегнута сейчас застегнула она может пробраться только на нижний ярус но пусть там хранят хранится ее сумка моя подушка самолетная и еще одна моя сумка но наверное надо повыше поднять мою сумку а свою пусть что хочет то и делаете свои сумки набегалась на скакалась и спит до веселье было много недовольная тем как я повесила штуру я так маялась с ней и как ты я не так я повесила как в прошлый раз этот разбег не тот дела и она провисает какая-то тряпка половая теперь ненавижу вот этот вот говорите дьявол в деталях кроется вот эта мелочь вроде мелочь а вроде уже вообще не смотрите это штора из-за вот этого провисания ну буду перевешивать что делать завтра с утра будем этим вопросом я опять все в каких-то грустях чтобы друзья бодрюс 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 и опять не затягивает знаете так обидно что для что мы значит ну не не знаю как это сказать более корректно что мы люди в какой бы стране ты не жил человек для каких-то власть имущих людей власть имущих структур это просто какое-то быдло то есть мы быдло все вот эти сказки про демократию это только сказки никто нам ничего не должен это только мы всем должны вот эту всю историю про демократию про защиту прав ее придумали для того чтобы вам как бы спокойнее не жилось в этой иллюзии и чтобы вы были делом заняты знаете типа ты веришь что у тебя есть права и что ты можешь отстаивать ну ходи там по судам судить ты конечно ни до чего не досудишься ну чтобы ты не лаяла не выплескивала свои возмущения иди вот там ходи по инстанциям и живи в иллюзии что у тебя есть какие-то права кто-то их учитывает ну скучно тебе ну иди плакатом потряси мы конечно ничего не измени иди потряси плаката вырази выразить свое мнение выразить у нас же демократия но такая знаете как иллюзия какая-то для дурачков просто вот моя жизненная ситуация которая сейчас она вот лишний раз это доказывает сейчас вот этой как я говорила в начале всей вот этой истории с пандемией будут прикрывать все использовать ее вообще во всех сферах жизни где это выгодно где это удобно тем или иным лицам вот так и происходит на самом деле сейчас и меня это коснулось из-за каких-то таких вот игр политических страдает моя жизнь моя личная жизнь моя семья все можно все что угодно это такое знаете удобный способ манипуляций делайте все что хотите и скажите что это во всем виновата ситуация сложная эпидемиологическая ситуация на нашей планете поскольку эта тема классно работает и многие втянулись многие всосались в эту тему естественно я не говорю об обычных людях обычные люди они больше потеряли от этой ситуации чем приобрели поскольку эта тема ее так сказать распробовали на вкус это не закончится никогда закончится это придумает другую третью пятую десятую и любые вопросы которые нужно людям власти мужчин прокручивать они будут через эту схему через эту тему прогоняться все я вам расскажу один вид не хочу сейчас я сейчас начну откровенчить и у меня потом бессонница адская будет рост но вот тот факт что мне сейчас не идут дела этот факт как раз таки обосновывают борьбой сами знаете с чем то есть мы у нас вспышка мы там боремся поэтому мы ничего не делаем извините ждите хоть 500 миллионов лет нас не волнует ваша судьба ваше отношение вот так вот итак всем огромное спасибо за внимание оцените пожалуйста мою покупку скажите вы бы купили себе съемную квартиру или на дачу что как вообще стоит своих денег не стоит пишите свое мнение всем огромное спасибо за внимание не забудьте оценить это видео поставить лайк либо дизлайк и пока пока доброй ночи